Всем здорова, чуваки! Сейчас на улице идет сильный дождь, но несмотря на это я отправился в магазин МПР для того, чтобы купить очередные интересные и крутые гаджеты специально для вас. Если что, МПР это что-то типа Галамарта. Я думаю, стоит отправляться и найти там что-нибудь прикольное. Галамарт, как всегда, порадовал большим количеством товаров, но несмотря на это какие-то интересные и прикольные гаджеты найти было очень тяжело. Прикольно то, что в этом магазине очень много акционных товаров, очень много скидок и даже различных розыгрышей. Есть даже скейтборды и игрушечные каски, как ни странно. Здесь намешано все. Автомобильные товары, инструменты, посуда и всякие сладости. Но давайте уже наконец перейдем к самим гаджетам. И самый первый гаджет вот такой. Я не знаю, поняли вы что это или нет. Я думаю, возможно, вы уже догадались о чем пойдет речь. Это подставка-наклейка. То есть мы клеим вот так вот сзади на телефон, она как-то сгибается и, видимо, так телефон может стоять. Так, раскрываем. Сейчас упаковка нормальная. Хик. На первый взгляд, кажется, что это за ерунда какая-то. Но на самом деле она вот так вот сгибается. Очень легко нажимаешь на нее, она сгибается и тем самым превращается в такой вот мини-браслетик. Ну и самое удивительное, что эта штука стоит всего 15 рублей, понимаете? Вам не обязательно таскать с собой какую-то подставку для телефона, а взять вот такую вот штуку. Так, давайте ее затестируем. Итак, получается, убираем вот эти вот клейки-штуки и осталось наклеить на телефон. Теперь клеим на телефон эту штуку. Вот так это делается. Честно говоря, не знаю, приклеится ли на мой чехол, но давайте попробуем. Вот так, допустим. Оп, оп, все держится. Ну а теперь получается вот так вот берем телефончик, нажимаем на эту штуку в центре, и она расправляется, становится подставкой. По-моему, очень даже прикольно. Ну и обратно так же, оп, убрали. Смотрится телефон очень прикольно. Вот так вот выглядит с задней стороны. Ну, такому гаджету я поставил бы семерочку. То есть вот так вот раз, расправили, и все отлично. Слушайте, даже усилия не прилагаю. Оп, все, подставка работает. Не знаю, насколько хорошо будет держаться эта подставка на моем чехле, потому что, как видите, он с дырочками. И, скорее всего, эта подставка быстро отклеится. Но я думаю, если у вас чехол будет гладенький, нет, пупырчатый и матовый, как у меня, то в вашем случае подставка будет держаться намного лучше и проживет гораздо дольше. Ну, 15 рублей за эту штуку, я думаю, это прям очень здорово. Вообще не жалко отдать. Проезд на автобусе стоит, как минимум, в два раза дороже. Друзья, так как наша рубрика связана с гаджетами, я бы вам хотел рассказать про очень важный гаджет, который необходим в нашей жизни. Это смартфон. А именно смартфон Oukitel VP26. Помимо телефона, в комплекте имеется блок питания, кабель Type-C и инструкция. Телефон довольно тяжелый и совсем не тонкий, но неспроста. Он оснащен аккумуляторной батареей на 10 000 мАч. Просто забудьте про пауэрбанк. Помимо такой емкой батареи, у этого смартфона плюсов хватает. Корпус его противоударный и водонепроницаемый. Экран 6,58 дюйма с разрешением 2408 на 1080 пикселей. 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. А также, помимо обычной камеры в 48 мегапикселей, имеется и камера ночного видения. Ну и разблокировка по отпечатку IPS-ID никуда не делась. Смартфон Oukitel VP26 вы можете брать с собой куда угодно, не переживая за погодные условия и любую грязь. Ну а противоударный корпус защитит не только боковую и заднюю часть смартфона, но и также экран. Но самой главной особенностью смартфона является очень мощный фонарь для кемпинга, который занимает большую часть тыльной стороны смартфона. Помимо максимальной яркости фонарика, у вас есть режим 1.2, 1.4, также режим супер, что-то типа стробоскопа и режим SOS. Теперь можно смело отправиться в путешествие и не переживать за свой смартфон. Новинка Oukitel VP26 доступна к заказу прямо сейчас. Ссылка на смартфон в описании под этим видео. Ну а следующий товар я взял по акции за 59 рублей. То есть там была корзинка, где все по 59. И там была вот такая вот штука. Мне показалось это очень интересно. То есть это набор фонариков, которые можно надевать на пальцы. То есть здесь даже упаковка об этом говорит. То есть на каждый палец надеваем. Какой-то светит зеленым, почему-то там, где у нас синий светит красным, белый светит синим и красный светит белым. Ребятки немножко попутали цвета, но это на самом деле не суть важна. Главное, чтобы эта штука действительно работала и была очень даже прикольной. Сейчас проверим. Да, и кстати, у каждого пальца, так скажем, здесь есть батарейки по три штуки. Это очень круто, потому что батарейки, я думаю, будут стоить столько же, без самих пальцев, если не дороже. Давайте распакуем. Распаковка тоже очень легкая. Ну и, собственно, вот они пальчики. Как сказано на упаковке, надевай фонарики на пальчики, и можно начинать веселиться. Ну а раз так, давайте веселиться. Выключим для начала свет. Чик. Ой, у меня же там еще работают эти штуки. Чик. Чик. Где пальцы? Я ничего не вижу. Короче, ладно, для начала, я думаю, надо их как-то активировать. Немножко покопавшись, я понял, что пальчик активируется вот так. То есть убирается эта резиночка, и вот этот выключатель просто сдвигается. Оп, все, теперь он горит зелененьким. Ну и так с каждым пальцем. Ну давайте, наверное, наденем сначала. Так? Наверное, вот так. Короче, я надел все пальцы. Производителям, конечно, огромный респект за то, что они положили сразу батареечки. Это очень здорово. Единственное, что красный как-то светит хуже всех, по-моему. Ну давайте выключим свет и посмотрим, как мы будем веселиться. Итак, темнота. Я достаю свою роборуку. Ну, не знаю, как бы. В целом-то прикольно. Ну, как бы, не знаю, в чем прикол на самом деле. Мы на самом деле-то, не знаю, в чем тут веселье. Разве что бегать и вот так в темноте руками махать. По сути, ну, вот, светится. Что сказать? И, честно говоря, на пальцы дают очень сильно. Даже уже как-то некомфортно становится. Если на дискотеку какую-нибудь сходить, ну, может быть, прикольно, я не знаю. Ну, или на что-то повесить эти штуки. Ну, поставлю, наверное, троечку. В целом, не сказать бы даже, что это как-то вау. Радует только то, что я купил это за 59 рублей, а не за 300, а не за 500. Потому что явно вот это вот не стоит больше 60 рублей. Так что, короче, давайте перейдем к следующему гаджету. А следующий гаджет это вот такой вот под названием кручу-верчу, конструктор мини. Заинтересовал меня он, знаете, чем? Тем, что здесь вечная пупырка 3 в 1. Честно говоря, не знаю, что это значит, но выглядит вроде как интересно. Что-то типа конструктор спиннер. Здесь написано нажми, это типа как попыт, видимо, и крути, это типа как спиннер. Ну, то, что он крутится, я вижу. Давайте распакуем. Упаковка, опять же, простая. Опа. Для начала проверим, это действительно попыт или нет. То есть нажимаем. Ну да, слушайте, выдавливается. И выдавливается. Проверим, как он крутится. Очень хорошо. Прям кайфово. Действительно прикольно. Я скучал по спиннерам. Многие из вас наверняка знают, что такое спиннер. И крутится он прикольно. Слушайте, я уже забыл, насколько это кайфовая штука. Причем вот такая вот разноцветная, выглядит прям, ну, крут, когда крутится. Ну, как вы считаете, 225 рублей. Это, ну, прикольно для этого или нет? Я немножко в сомнениях, конечно. Но так как это конструктор, давайте, например, уберем, ну, не знаю, там, три штуки. В целом даже изготовлены очень даже хорошо. Так, вот этот черный уберем. Тяжело. И желтенький. Вот теперь спиннер нормального человека. Крутится так же круто, но это же спиннер. Что тут еще сказать? Это все-таки конструктор, поэтому давайте экспериментировать. Сделаем вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Теперь это гигантский спиннер. Честно говоря, не знаю. Этот спиннер можно использовать, конечно, как подставку какую-то, либо просто как-то разгрузить свои нервы тем самым, перебирая вот эти вот различные штуки всяким образом. Ну и в целом это еще попыт, так что я думаю, многим даже понравится, потому что попыты были популярны какое-то время, спиннеры были популярны, здесь все объединили, и поэтому я думаю, эта штука кому-нибудь точно зайдет. Но лично для меня, как были попыты не очень интересными, так и спиннеры так, средние интересности были. Поэтому, как вы считаете, годная штука или нет, напишите в комментариях. Ну и как ее по-другому можно собирать, тоже напишите в комментариях. У меня фантазии хватило только на это. Ну а сейчас переходим к следующему гаджету. Ну а следующий гаджет это канатка. Звучит, конечно, эпично. На самом деле это вот такая вот штука, которая перевозит, видимо, банки и держит их. Зачем, непонятно. 6+, кстати. В общем, комплектация вот она сзади. Из минусов отвертка не входит в комплект, и батарейки тоже не входят в комплект. Печально. Ну получается, давайте распаковку. Так, инструкция вроде как важна, нам сказали, поэтому оставляем. Ну и вот такие вот наклейки тоже имеются. Давайте, наверное, пройдемся по инструкции. Первый раз вижу какую-то штуку для алюминиевых банок. Так. Так. Моторчик. Инструкция как будто бы не для шестилетнего ребенка. Что-то я пока ничего не понимаю. О, слушайте, можно натянуть какую-то нитку. Видимо, она в комплекте есть. Между двумя стульями. И она типа сама будет кататься туда-сюда. Блин, слушайте, интересно. Ну и что, распаковку получается. Пока что это выглядит как куча мусора. Я не знаю, как это собирать. По-моему, эта игрушка явно для тех, кто хочет занять своего ребенка примерно сутки. Потому что я думаю, что я сегодня настолько и зависну. Первым делом ставим моторчик вот в эту штуку, где находятся батарейки. Так, вот она. Вот моторчик. Вставляем моторчик сюда. Ну и вот этой штукой мы прижимаем. Так, берем винтики. К счастью, они есть в комплекте. И, к счастью, у меня есть отвертка. А вот сейчас, по-моему, началось самое сложное. Что? Жду к тему. Так, колесико с какой-то штукой вставить сюда. Берем эту штуку. Она идет у нас вот так вот. Честно говоря, я вообще ничего не понимаю. И конец запутался. Так, это я... Так, это вот сюда, видимо. Короче, ребят, я вас решил не грузить вот этим вот сбором этого конструктора. Поэтому я сейчас соберу. И мы все наглядно протестируем и посмотрим. Иначе это займет, я думаю, целый день. Короче, друзья, спустя примерно час и немного потрепанных нервов я собрал эту хренотень. Вот оно, чудо инженерией. Смотрите, какая техника. И оперный насос. Вот эта штука, это типа закрывает батарейный отсек. Это ладно, как бы запасные резиночки остались. Но есть один минус. Смотрите, один конец для того, чтобы там закрепить веревку. Две части между собой спокойно смыкаются, тем самым зажимая веревку. А вот другая часть так не работает. Потому что это две одинаковые детали. То есть одна должна вставляться в другую. Но этого не происходит, потому что они две одинаковые. Спасибо большое. Как мы видим на инструкции, один конец привязываем сюда. Потом стоит вот такой вот пластмассовый стоп. Между ними катается эта штука. Потом опять пластмассовый стоп. И другой конец привязываем к другому стулу. Все делаем как в инструкции. Есть стул, завязали, стоп стоит. Дальше идет нитка. Ну, здесь стоп как бы не крепится. Я как-то вот так вот привязал, пускай так. Другой конец и опять стул. Ну, осталось найти батарейки. Купил банку колы и купил батарейки. Вставляем батарейки сюда. Окей. Прикручиваем заглушку. Ну и давайте проверим, работает. О, окей, 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 все. Знаете, вот сейчас я заметил, что вот эта банка, она не подходит. Блин. А вот таких банок я уже чуть давненько не видел на самом деле. Я даже не помню, в таких банках существующие лимонады или нет. Потому что вот таких полно. Получается так, что конструктор от 6 лет, значит, 6-летний ребенок, попросит маму с папой купить батарейки, ладно. Дать ему отвертку, ладно. А попросит купить именно вот такую банку колы, ну или просто вот банку какого-то напитка, вот это уже сомнительно. Так, далее по инструкции получается так, что мы должны вот сюда вот веревочку загнать, потом ее вот сюда, вот так вот прокрутить и загнать вот сюда. Теперь мы натягиваем веревку. Так, ну и в целом, наверное, включаем. Вау! Каким образом это должно работать, я пока не понимаю. И почему это вообще не работает? Не понимаю. Давайте попробуем делать проще. То есть, чтобы вы понимали, он пытается ехать, но не может. То есть, если мы даем какой-то вес, то моторчик просто не справляется. Давай теперь переключим его на другую сторону. Здесь есть выключатель вот в центр. Мы сейчас двигаем эту штучку, и он поехал в другую сторону. По крайней мере, он старается. То есть, вы хотите сказать, что я подвозил столько времени на то, чтобы увидеть вот это? Вау! Чтобы вы понимали, батарейки новые. О какой вообще банке может идти речь? Знаете, вот от подставки за 15 рублей я был в большем восторге, чем от этой штуки за 225. Ну, как бы да, занять такой штукой ребенка в целом можно. Он будет собирать, сидеть, стараться. Но жаль, что по итогу он увидит вот такой вот результат, который был у меня. Вау! Давайте перейдем к следующему гаджету. Ну и последний гаджет, это вот такой вот рупор. Мне было очень интересно узнать, вообще, насколько он рабочий. То есть, я знаю, как работает настоящий рупор. То есть, я у него разговаривал, но вот этот очень интересно. Сейчас узнаем. То есть, у нас написано 3+. То есть, детям от 3 лет, видимо, уже можно этой штукой говорить. Увеличивать громкость голоса и сигнальный звук. Сигнальный звук, наверное, работает, когда его включаешь или что? Непонятно. Ча-а-а! Отпаковка снимается. Хорошо, что для прошлого гаджета нужна была отвертка. Так, о, слушайте. Вот это производители красавчики, конечно. Вот это прикольно. Батарейки уже на месте. Ну и теперь что, нажимаем? Где сигнал? Сигнала никакого нет. Но тестируем, значит, рупор сейчас. О, о, ну слушайте. В целом, неплохо. На самом деле, неплохо. Для ребенка, который будет этим играть, это очень хорошо. Это не супер громкий звук. Не нужно этого делать для детей, потому что дети заколебут просто вот этой игрушкой иначе. А так, в целом... У меня это слышно. Как слышно? Привет. Я, как раз, наоборот, на этом видео. Про какой сигнал только шла речь, я так и не понял. По сути, нажимается кнопкой, и ты говоришь. Ощущается в целом в руке, как что-то очень дешевое. Но цена этого гаджета на сегодня, самого дорогого, кстати. 373 рубля. Я думаю, что если полосят на Алиэкспресс, его можно найти рублей за 100. Ну ладно, хорошо. Батарейки положили, это прям огромный плюс. Ничего покупать не надо. Не знаю, насколько долго он проработает. Ну и в целом, я думаю, дети не будут прям с утками орать и с гусями тоже. Игрушка? Как игрушка? Хорошо, что не супер громкая. Ну, в целом, это очень даже интересная вещь. Поиграть в какие-то игры на улице, покомандовать кем-то. Очень даже интересно. Ну и, собственно, на этом все, друзья. Вот такие вот гаджеты у нас сегодня были. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой гаджет вам понравился больше всего. Ну и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!